Латвийское телевидение стало жертвой российских пранкеров. Один из них выдавал себя за Леонида Волкова, лидера партии «Россия будущего» и соратника Алексея Навального. Накануне в программе «Панорама» прозвучала запись интервью. Позже выяснилось, что на другом конце провода вовсе не политик. Более того, ЛТВ не первая жертва пранкеров. В марте они обманули депутатов Сейма. 23 марта пресс-служба Сейма заявила, депутаты комиссии по иностранным делам обсудили ситуацию в России с представителем Алексея Навального Леонидом Волковым. Тот в ходе встречи поблагодарил Латвию за поддержку и давление, которое страна оказывает, чтобы добиться освобождения Навального и других политзаключенных. Похожие встречи в формате видеоконференции прошли также в Литве и в Эстонии. Но накануне сам Леонид Волков заявил, от его имени с депутатами общался самозванец. Заявление «Политика» последовало после того, как наши коллеги из передачи «Панорама» выпустили в эфир интервью с якобы Волковым. Так как интервью было телефонным, лица собеседника видно не было. Его контакты журналистам предоставил все тот же латвийский Сейм еще в марте, когда с пранкером беседовали парламентарии. Это фото сегодня в своем фейсбуке разместил глава комиссии по иностранным делам Рихард Сколлс. Судите сами, слева настоящий Волков, справа самозванец. Впрочем, даже сам Волков сомневается, а не подделана ли и здесь его фотография. Так похож. Сегодня латвийское телевидение связалось с самим Леонидом Волковым. По его словам, под его именем действуют агенты Кремля. Вы не единственные жертвы. Они дошли вот до этой Amnesty International, они звонили от моего имени. Они звонили в несколько фондов американских, просили денег. В общем, it's getting very dangerous. Это действительно становится очень серьезно. Но я просто, конечно, отдельно удивлен латышским Сеймом, потому что я же выступал у вас в Сейме. Я два года назад приезжал и с Даниэльсом Павлюцем, Юрисом Пуцем. Мы делали такое большое мероприятие. Там было, наверное, 15 или 16 депутатов. Я там отвечал на вопросы в красивом зале. И, в общем, конечно, немножко меня расстраивает, что именно латышский Сейм как-то повелся. Добавлю, что латвийское телевидение принесло извинения Леониду Волкову и отозвало информацию, прозвучавшую в ложном интервью. Завтра произошедшее с Волковым обсудят и депутаты Сейма. Сергей Грасимов, Инна Стразданя, Латвийское телевидение.